В 20-е главе мы с вами разобрали историю того, как Аарон и Моисей сами решили. И с 22-й главы, в книге чисел, придут даваться наставления. Но перед этим мы с вами разберем 21-ю главу. 21-ю главу. В 21-й главе рассказывается интересная история. В 21-й главе рассказывается интересная история. Давайте прочитаем стихи. С 1-го по 9-й, включительно. Первые 9 стихов. Первые 9 стихов. 2-й главы. 3-й главы. И умерло множество народа и смели драйверов. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он угорел от нас змей. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе местного змея и выставь его на знамя. И завернись грамм на него и останется жив. И сделал Моисей местного змея и выставил его на знамя. Когда змея жарил человек, он взглянул на медного змея и оставался жив. Вот в числах очень много памятных моментов, интересных историй. И в 20-м главе рассказывается одна из таких историй. Рассказывается история о медном змее. В этой истории проводится параллель между вот этим медным змеем и Иисусом Христом. На кресте. Что интересно, что сам Иисус отождествлял себя. Сам Иисус отождествлял себя только с одним прообразом из Ветхого Завета. Евангелия Диана, 3-я глава, 14-15 стихи. Евангелия Диана, 3-я глава, 14-15 стихи. Что там, Анастасия, записано? В 3-й главе Евангелия Диана, 14-15 стихи. Евангелия Диана, 3-14-15. Итак, что же происходит в 21-й главе? В 21-й главе рассказывается о том, что евреи снова стали малодушиствовать на дороге. И говорили против Бога и против Моисея в 5-м и 4-м стихах. Господь посылает на них ядовитых змеев, которые начинают жалить народ, и народ начинает погибать. В 21-й главе, 7-й, 8-й стихи мы читаем с вами, что Бог дает средства для спасения. Что это за средства? Бог говорит, Моисея, сделай медного змея и выставь его на знак, и всякий, кто посмотрит на него, будет исцелен и спасен. Бог дает средства для спасения. Что интересно, что это только мог дать Бог. Люди не могли сделать ничего для своего спасения. В Новом Завете открыт план спасения. И для того, чтобы сегодня получить спасение, что должен сделать человек? Сережа. Поверить в Евангелие. Поверить в Евангелие. Эта вера должна быть выражена в чем? В покаянии и крещении. И необходимо сохранить верность до смерти. Итак, смотрите. Бог нам дал четкий план спасения. Да? В Новом Завете. План. Божий план. Что самое первое нужно сделать человеку для того, чтобы спастись? Услышать. Услышать. Да? Я пишу. Услышать. Второе, что должен сделать человек? Поверить. Поверить. Третье, что должен сделать человек? Покаяться. Покаяться. Четвертое, что должен сделать человек? Исповедать и креститься. Видим Божий план спасения человека Бог ожидает, что мы, как Его творение, будем следовать этому плану Но люди, люди, они меняют постоянно Божье слово И сегодня мы можем видеть, что человек говорит, что в самом начале для спасения что нужно сделать? Креститься! Кто так говорит? С самого рождения младенцы крестятся Вот здесь, под четвертым, я написал спасение То есть, если мы следуем Божьему плану, то после четвертого пункта приходит спасение от Бога А человек говорит, нет Вот где спасение Если вы в младенчестве приняли крещение, значит, вы уже спасены, так или нет? Да, говорят сегодня Люди и миллионы верят Либо по-другому люди говорят Услышал, поверил, покаялся и уже спасен То есть, как бы человек не изменял Божий план Спастись только можно В одном случае, если мы будем следовать четко этому плану Бог четко дал повеление Что должны были сделать евреи для того, чтобы исцелиться от укусы этого вида змеи Они должны были, где бы они ни находились, посмотреть На кого? На что? На бедного змея А если бы Моисей расстудил и сказал Давайте сделать не змея, например А птичку Медную, да? Мне птичка больше нравится Давайте лучше сделаем медного орла Вместо медного змея Но Моисей сделал так, как было поверено ему Если человек изменяет Божье слово И особенно Божий план спасения То он обречен Люди обратились к Моисею в 7 стихе И вы должны знать, что это единственный случай, описанный в Верхов Завете Единственный раз, когда израильтяне просили Моисея ходатайствовать за них Вы это знали? Нет Никогда они не просили Моисея, чтобы Моисей за них ходатайствовал О чем это говорит? Это говорит, да, на том Что эти укусы От этих змей Причиняли, наверное, очень большие страдания и мучения Настолько сильные, что даже заставили этих жестоковынных евреев Прийти к Моисею С просьбой и умолять его Попроси Бога, чтобы Он спас нас Не можем больше терпеть Моисей Моисей помолился Бог сказал, сделай змей Может быть, некоторым это показалось глупым Вам бы не показалось глупым, чтобы исцелиться, вы должны посмотреть Какие обычные Но У Исаии в 55 главе стихи 8-9 Бог говорит О том, что Его мысли, Его пути Выше наших мыслей и пути 55 глава 8-9 И вы все должны знать эту главу и эти стихи Почему? Потому что в этой главе, в этих стихах Ответ на все ваши почему Поэтому всякий раз, когда вы будете учиться вопросом почему И не находить ответа Открывайте Исаию, 55 главу и читайте 8-9 стихи, Оксана, читайте вслух Почему вы не открыли до сих пор? Вы думаете, что вы их знаете на изюз? Ну так отчего же вы не читаете И я знаю их на изюз? Что Исаии в 55 главе 8-9 написано? Там ответ на ваши почему 55 глава 8-9 Мои мысли не важны Поэтому Божий план был единственным следством спасения Если Бог сказал, нужно сделать так Нужно обязательно сделать именно так, как Он сказал Бог и сегодня дает путь спасения тем, кто готов признать свою греховность Никто, кроме Бога, не может дать такого пути Может только Бог Какой же Божий путь для спасения? Это Иисус, о чем мы с вами записывали уже в Евангелии от Иоанна, 3 глава С 14 по 18 стихи рассказывается об этом И Господь сам проводит вот эту параллель Между этим змеем и собой И вот как змеи кусали людей Змеи кусали людей И кто был на шест поднят? Змей Грех убит нас На кресте Что было распято? Кто был распято? Иисус стал для нас грехом Второе корректы нам 5.21 Влад, читайте вслух Второе корректы нам 5.21 Второе корректы нам 5.21 Ибо безнавшего греха Он сделал для нас греху за грех Чтобы мы в нем делались правильным местом Саделал грехом вместо нас Другой привод более дословный и точный Саделал грехом вместо нас Иисус стал вместо нас грехом И для нас Он был распят Некоторым это кажется глупым Но тем не менее это единственный Божий путь спасения Единственный Поэтому как тогда Бог дал путь И Он был единственным для спасения От укуса и давит из метаги Сегодня Бог дает путь Это был единственный для спасения человека А в грехах Дальше в числах С 22 главы По 36 мы с вами записали уже Да, это наставления Различные наставления О вступлении в Канад 22 глава рассказывает историю О Валааме и Валахе Очень интересная история Рассказывается в 22 главе Намерение Валаха проклясть Израиль И он нанимает пророка Валаама Для того, чтобы проклясть Имена очень похожи Валах и Валаам Валах нанимает Валаама Чтобы тот проклял Израильский народ Но вместо проклятия Валаам благословляет его В 22 главе Рассказывается о том Как животное заговорило Человеческим голосом Все читали? Проверим завтра Как вы читали 24 главе 25 Рассказывается о совращении И осуждении 24-25 История о том Как Израиль начинает Мудодействовать И как Бог наказывает Их блуд Рассказывается о человеке По имени Финиез Который Возревновав О Боге Отвращает ярость Божью От израильского народа После этого Моисей начинает Готовить народ Захвату Ханаана И совершается вторая Перепись В 26 главе И по сути Количество И число Немного меньше Чем 40 лет назад Иисус Иисус Навин Посвящен Всенародно В нового вождя 27 глава Вместо Моисея Всенародно Посвящен Иисус Навин Он теперь Будет вести народ С 28 по 30 Различные Дополнительные Указания Бог дает Различные Указания Относительно Обетов Праздников Приношений Различные Указания Относительно Обетов Праздников Приношений Дальше В 32 главе Мы видим С вами Что Два с половиной Колена Попросили У Моисея Разрешить Им поселиться На восточном Берегу Иордана Колено Рубима И Гада И половина Колена Монасии Два с половиной Колена Рубим Гад И половина Монасии Просят У Моисея Поселиться На восточном Берегу Иордана Два с половиной Потому что Там очень Хорошие Пастбища Будет Для Искота Рубима И половина И половина Колена Монасии В 33 главе Моисей Дает обзор Делает обзор Остранство Народа Моисея Призывает Народ Истребительного Поклонства И овладеть Землею Которую Их Ведет Бог Из 30 В 33 по 36 главе Описывается Ожидание Захвата Земли Там Назначаются Новые Еще Вожди Для Раздела Земли Города Левитов И Убежища Будут Выделены 48 Городов Для Левитов Когда Земля Будет Разделена По Колено Левия Не Получит Удел Никакой Земли Кроме 48 Городов С С С Местем То есть Левиты Получили Только 48 Городов Для Жительства Земли У них Не Было Чтобы Они Сеяли Садили И Убирали Урожай Потому Что Уделом Их Был Сам Бог И В последней 36 Главе Рассказывается О Правилах Наследствия Правила Наследствия Какие уроки Мы можем с вами записать Из книги чисел Чему Учит нас Книга чисел Самый Самый Первый Урок Первая Коринфянам Десятая Глава Двенадцатый Стив Самый Первый Урок Из книги чисел Мы прочитаем В первом Послании Коринфянам Первое Послание Коринфянам Десятая Глава Двенадцатый Стив Клад Посему Кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть Записывайте Первый Урок Кто думает Что он стоит Берегись Чтобы не упасть Это Самый Первый Урок Из книги чисел Почему Потому что Сейчас Мы прочитаем Первых Одиннадцать Стихов Из этой Главы О чем Повествует Нам Первая Коринфянам Десятая Глава Первых Одиннадцать Стихов Прочитает Нам Илья Не хочу Оставить Возвращаться В неведении Что Отцы Наши Все были Под облаком И все Прошли Свой Мой И все Крестились Моисея В облаке И в море Все Ели Одну И ту же Духовную Пищу И все Пили Одну И ту же Духовное Питерё Ибо Пили Из Духовного Последующего Камня Камень Но Не о многих Из них Поговорил Бог Ибо Они Порожены Были Вгустым А это Были Образы Для Нас Чтобы Мы Не были Похотливы На злое Как Они Были Похотливы Не Будьте Также И Допоклонниками Как Некоторые Из Них На Которое Написано Народ Сел Есть И И Стал И Рах Не Станем Будодействовать Как Некоторые Из Будодействовали И В Не Станем И Слушать Христа Как Некоторые Из И Слушали И Погибли От Змей Не Ращите Как Некоторые Из Них От И Погибли От И Стребителя Все Это Происходило С Имя Как Образ Описанное В Наскопление Нам Достигшим Последних Веков Итак О чем Ж Вспоминает Здесь Апостол Павел Он Приводит Убедительный Аргумент Для Это Скитание Евреев По Пустыне И Он Вспоминает Сколько Божьего Народа Погибло Там В Разные Периоды Из За Чего Они Погибли Из За Чего Тут Написано В этом Отрывочек Поэтому Самый Первый Урок Какой У Нас Я Хотел Чтобы Вы На Секунду Задумались И Представили Себе Представили Себя На Месте Эти Евреев Представили Что Жизнь Ваша Была Очень Тяжелой Долго Время И Вдруг Вам Приходит Ваш Бог Он Выводит Вас Из Единского Рабства И Выводит Вас Настолько Чудесным Образом Настолько Прекрасным Образом Для Вас Что У Вас Не Только Все Духовные Благословения Радости У Вас Еще Мешки Карманы Все Забито Золотом Драгоценностями Разными Вы Читали Об Эм Вы Стоит Представляете Какое Настоение Было У Божьего Народа Какая Радость И Тут Вас Достигает Египетское Войско И Оно Погибает И Радость Длится Недолго Потому Что У Ненасытимости Две Дочери Которые Завод Как Давай 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 Да И Вот Павел В первом Восстании Коринфов В 10 Век Он Это Успоминает Для того Чтобы Подостеречь Христиан И Говорит Все То С ними Тогда Происходило Там Но Написано Нам Это Было Написано Для Нас И С Нами Это Происходило Чтобы Мы Брали Пример Как Поступать Не Нужно Потому Что Наверное Они Подумали Что Они Уже Очень Сильно И Крепко Стоят На Ногах Они Самодостаточны Они Они Нуждаются Уже В Уководстве Ведения Бога Они Уже Спасены Они Уже Не Рабы И И Иисус Когда-то Услышит От Них От Своих Рабных По Плате Евреев Они Будут Убеждать Его И Говорить Ему Мы Никогда Никому Не Были Рабами 400 Лет Они Проверили Рабами Это Не 40 Дней И Не 40 Лет Они Будут Я Никогда Не Буду Рабов Ты О Бог Говоришь Вообще Берегись Если Ты Думаешь Что Ты Стоишь Потому Что Христианская Жизнь Она Всегда Всегда Будет Проверяться И И И Бог Будет Проверять И И И Сатана Всегда Будет Нас Искушать Чтобы Погубить Поэтому Мы Всегда Должны Понимать И Помнить Что Сила Только У Иисуса Есть И Мы Всегда Полностью Будем Зависеть От Этого Второй Урок Наиболее Явным Выражением Неверия Неверия Наиболее Явным Выражением Неверия Являются Жалобы Все Понимают Слово Жалобы Являются Жалобы Послание Евреям 3 7 4 12 Послание Евреям 3 7 4 12 Павел Приводит пример Израильского Народа И Мы Прочитаем Вам Из Послания Евреям 3 7 4 12 Максим Максим Концентра Почитаем С 3 С 3 Главы 7 Стиха Код 12 Стих Включительно 4 Глава Всегда Участница И Некогда Не Могу Еще Допад Нет Правда Евреям 3 Глава 7 Стиха 3 Глава Тон Максим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...